Дорогие друзья, сегодня хороший день, ибо Бог его создал. Я всех приветствую именем Иисуса Христа. Сегодня у нас очень хороший текст, и находим его к евреям. 13 глава, 13 стих. Итак, выйдем к нему застан, нося его поругание. Выйдем к кому? К Иисусу Христу. А где Иисус Христос застаном? Как бы его и не видно застаном. Но мы помним, как было в Евангелии. Когда была толпа, она один отшла за ним, а когда-то была против него. Были люди, которые за, которые против. Им надо его отделить от всего, от всех мнений, от прочих вероучений и всего. А прислушаться, что он говорит нам в своем слове. И не только в слове. Иногда есть какая-то ситуация, мы толком не знаем, как поступить. И мы думаем тогда, Иисус, или молимся к нему, говорим, как бы ты поступил в этой ситуации? Вот так и так говорят мои люди, близкие, друзья или враги, кто угодно. Но как бы ты поступил, Иисус Христос? Иногда выйти к нему и пойти с ним, значит, выйти застан. И не идти с той толпой, которая, так сказать, идет как-то. Потому что у каждого из нас свой путь в жизни. И мы должны его пройти так, как хочет Иисус. Как он нас задумал. Так прожить. И вот это так важно. Выйти иногда застан, составить свое личное мнение. Когда я учился в школе, то нас всех, так сказать, ну как-то организовывали, чтобы поступали в комсомол. И было время, все поступили в классе. И тогда и классный руководитель, и ребята обступили меня, давай поступай, вступай в комсомол. Но я не мог вступать, потому что там был пункт бороться с религиозными предрассудками. Я тоже против религиозных предрассудков. Но понималось тогда то, чтобы не быть и христианином. Поэтому я не вступал в комсомол. Мне было, так сказать, неудобно и иногда очень трудно даже, потому что хотелось идти с ребятами, идти с друзьями, идти с теми, которыми ты прошел уже много в жизни. Но иногда надо выйти из стана и поступить так, как тебе подскажет Иисус. Иисус говорит, я ухожу, но после меня придет Дух Святой. Он вас научит, как поступать. Да, сегодня есть Его Дух. И если мы приходим к Иисусу и говорим, как поступить, Он нам обязательно поможет. Я думаю о детях в школе. Как хорошо, когда они уже в школе спрашивают, как поступить. Допустим, есть факультативы, есть разные, так сказать, кружки, где можно заниматься. И вот я бы рекомендовал уже с детства учить языки. Потому что, зная многие языки, можно говорить слово, можно говорить с людьми, рассказывать про Иисуса. Или изучать компьютер, хорошо. Мы сейчас видим во время коронавируса, за счет вот как раз разных возможностей мы можем говорить. Целые собрания передаются при помощи интернета. Или хороших проповедников слышишь из всех стран мира. То есть, владеть компьютером, это очень важно. Ты спрашиваешь, Господь, что мне сделать? Мне не важно, куда идет толпа. Мне важно, чтобы я был Тебе, Господь, угоден. Чтобы я поступал так, как Ты меня задумал. Чтобы я, в конце концов, выполнил то предназначение, которое для меня в этой жизни. Иногда надо выйти за стан. Мы видим, что Иисус выходил. Он отличался от людей. Он хочет, чтобы и мы изменялись, когда мы приходим к нему, становясь верующими, что мы становились такими людьми, какими он нас задумал. Я вспоминаю замечательного человека Ян Гуса, ректор университета, человек незаурядных способностей. Он в свое время понял, что то учение католицизма, которое главенствовало в Чехии, оно неправильно. И он, так сказать, иногда почти с наивностью шел вплоть до Папы Римского и хотел донести ему, что так нельзя. В конце концов, его сожгли на костре. Да, сожгли на костре живьем. И мне хочется сказать, что благодаря таким людям, которые, вопреки всему, выходили за станки Иисусу Христу и поступали так, как он этого хотел, сохранилась вера. И сегодня очень много верующих, которые хотят поступать, как он. Им не так важно то собрание, где они ходят, та динаминация, к которой они относятся, не те великие проповедники, даже, может быть, которые за собой ведут очень много людей. А им важно, что скажет Иисус Христос. Иисус Христос в своем живом слове. Я люблю, что много есть переводов. Иногда читаешь, так сказать, в разных переводах и понимаешь лучше тот язык, на котором было написано это давно. Потому что в основном люди переводили очень, очень стараясь передать самое ценное из Библии. И поэтому вот разные переводчики несколько разные оттенки приносят в слово. И я в этом очень благодарен всем, которые создали для нас, передали вот это писание. Да, выйти за стан к Иисусу. Он центр того, что составляет нашу веру. Мы хотим знать, как он поступал. Я хочу каждому из вас сегодня посоветовать, в любой ситуации приходите к нему. Да, спрашивайте людей, читайте книги. Но все же конечное слово должен сказать Иисус Христос. Идите к нему. Иногда вам надо будет идти за стан и нести поругание. Пусть Господь вас благословит. Желаю хорошего дня.